Всех приветствую! В данном видеоролике буду изготовлять шестеренку для гитары токарного станка ТВ-4, чтобы немножко расширить его возможность. Буду делать шестерню на 36 зубов. Подготовил уже небольшую такую распечатку для этого дела. Здесь я произвел расчеты, насколько мне нужно передвигать мой поворотный столик. То есть вот оно видно. Каждый зуб у меня расписан 13,8,27,77. Буду делать на своем поворотном столе, у которого 500 делений по окружности. Буду делать шестеренку под шаг резьбы 1,5. Также будет еще 1,2 и 1,87. То есть можно будет 0,18 делать подачу с помощью этой шестерни. Шестерню буду делать из дюралюминия D16T. Потому что буду делать с помощью вот такой фрезы. Одноперой из быстрореза. Как видите, я уже заточил, сделал здесь модульный профиль. Тут может быть на видео не видно, но тут есть вот такие небольшие ямочки. Они небольшие, потому что она именно до рабочего места сделана. Делал по шестерне. Заточка была, ребята, очень простая. То есть я сначала заточил на точиле и на просвет я потихонечку дорабатывал бормашинкой. Здесь точно так же, как и на любом резце, я сделал скосы. Здесь тоже скос. То есть все это должно нормально работать. Сейчас выточу болванку и оправку, чтобы можно было зажать в поворотный стол. У меня есть как раз размеры. То, что должно получиться. И мы попробуем изготовить эту шестерню. Также есть у меня на 48 зубов, но, к сожалению, нет такого диаметра у меня. Даже по стали, то есть чтобы была какая-то сырая сталь, простая. 62,5 миллиметра нет такого. Поэтому будем делать на 36 зубов. Шестеренка эта будет устанавливаться вместо вот этой маленькой шестерни. И позволит нарезать резьбу с шагом 1,5. Очень популярная резьба на самом деле. Сделаю, ребята, сразу несколько шестеренок. Начну с нарезания вот этой болванки на блинчики. Блинчики по 23 миллиметра. Теперь сверлим отверстие на 14 миллиметров. Резьбусинец. Сeeeee. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все 5 заготовок уже почти готовы. Теперь нужно расточить отверстия и посадить их на оправку, чтобы обработать соос на наружный диаметр. Чтобы сделать оправку, сниму вот эту маленькую шестерню и замерю микрометром вал. Сделаю точно такого же диаметра вал на токарном станке. Сделал оправку. На ней я буду фрезеровать зубья и обрабатывать наружные поверхности. Сейчас она служит калибром. Сейчас буду растачивать отверстия и по калибру, по этому диаметру ориентироваться. Деталь установлена. Резель готов к бою. Здесь достаточно один проход сделать точный. А потом все 5 заготовок можно будет пройтись автоматом. Вот, ребята, отверстие получилось очень плотное. Просто мега плотное. Снимаем заготовку. Прочищаем, делаем маленькую фаску. Снял маленькую шестеренку, пробую эту. Как видим, очень плотно налазит. Теперь можно ставить одну за одной и проходить резцом. Здесь уже настройка есть на размер. Можно смело проходить. По заводской шестеренке настроил изя, чтобы делать шпон пазы. По лимбу ноль выставил. Обточил резец, чтобы профиль получился точным. Биение не более сотки. Теперь можно на вал насаживать заготовки. И обрабатывать снаружи их под нужный диаметр. Прикручиваю с помощью болта небольшого. Наружный диаметр должен быть 47,5. Есть 47,5. Ставлю лимб на 0 и делаю фаски. Одна деталь обработана и готова для нарезания зубьев. Выставил оправку по индикатору. Оправка имеет биение 0,03. Лучше я не смог выставиться. Пока обрабатывал болванки, пришла очень интересная идея. Удлинить оправку и посадить сразу две шестерни. Вот так раз, вот так два. Можно будет нарезать зубы сразу на двух шестернях. Что значительно сократит время на их изготовление. Друзья, у меня все готово для нарезания шестерен. Здесь поставлю сейчас на 0. И по тетрадке, по вот этим данным, буду фрезеровать. Можно даже воспользоваться микроскопом, чтобы смотреть более точно на нониус. Я думаю, и так все будет видно. То есть буду цифры округлять. Потому что тут 13,8,8,8,8. Мы это до 13,9 округлим. 27,77 до 27,8 и так далее. По всем правилам округления. 83,33 округлим до 83,3. Все, поехали. Фрезеровать буду зубы сразу за один проход. Для модуля 1,25 получается на глубину 2,8 миллиметра. Будет фрезеровка. ной скрипу. Продолжение следует. Друзья, две шестерни уже есть. Вот это раз, вот это два. Вроде бы катаются, не заклинивают. Такие вот получились шестеренки. Сейчас буду делать еще две, точно в том же стиле. Стружка по форме шестерен, обратите внимание. По форме зуба шестеренки идет, такая интересная. Все друзья, шестеренки идет. Шестеренки полностью готовы, со шпон-пазами, со всеми делами. Замучился я их фрезеровать, это что-то конечно. Но теперь моя ТВ будет работать совершенно на других подачах. Вот так, ребята, выглядит эта шестеренка на ТВ. Включаем. Пробуем в деле, подача 1,87 миллиметра наоборот. Как видим, ребята, очень быстро идет, то есть я сейчас не ускорял, как обычно. Стружка правда синяя какая-то, видно. Режимы-то превышены. Надо уменьшить. Но хотелось на большой скорости вам показать, потому что на малой оно не так заметно. Шестерня как будто бы не прикасается нигде. Дюраль Д16Т будет нормально работать, тем более здесь нагрузка небольшая, потому что высокая степень редукции. Сделал четыре шестеренки, пятую не стал доделывать, пятую оставлю для экспериментов. Может каким-то другим способом на ней нарежу зубья и получится тоже такая же шестерня, как и вот эти. Посмотрим, как они будут работать. Конечно из металла, да еще и закаленного было бы лучше, но из металла работают десятилетиями. Возможно, что эти будут работать годами, тем более их можно менять и не пользоваться постоянно. Потому что постоянно надо пользоваться стандартными шестернями. Ребята, сделал сразу четыре шестерни. Мне нужна только одна. Если кому-то понадобится, кто-то захочет, например, приобрести, пишите мне куда-нибудь вконтакте, например, или на почту. Ссылки на то и на то я дам в описании. Ну а на этом все. Надеюсь видео было интересно и полезно. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok